Сразу велопарковка, лавочка, правильный пешеходный переход приподнятый. Массаж, массаж, массаж. Может, это массажная улица? И бордели. Видите, университет, все здания и каждая интересная архитектура. Подходим к госпиталю, здесь исследовательский центр. Здание, кстати, очень крутое, похоже на кого-то доброго большого кита. Я приехал в райончик, который называется Порт Аделаида. И здесь какая-то классная детская площадка. Да, а в Австралии не так уж и плохо. Смотрите, какое фантастическое небо. Мы прилетели в Австралию, в Аделаиду, и показаны местные достопримечательности. Видишь, здесь, кстати, подписан. Сразу, пока идешь до границы, можно выбрать, что посмотреть. Вот, например, Аделаида. Вот виды города. О, наш первый чемоданчик. Невероятно. Чемодан даже не потерялся по дороге. Выдача у местных рейсов прямо в зале прилета. Аэропорт Аделаиды. Стояночки такси. Удивительно, даже в Австралии могут нормально организовать работу такси в аэропорту. Аделаида – это пятый по величине город Австралии. Она уступает не только Сиднею и Мельбурну, но и Перту с Брисбоном. Еще это столица штата Южная Австралия. В отличие от Сиднея, Аделаида и вообще весь штат были колониями свободных мигрантов, а не бывших каторжников. Сегодня город известен как столица автомобильной индустрии. Например, здесь базируется единственная австралийская марка машин – Холден. По сути это Opel. Может даже кто-то слышал про такую. Но вообще Южная Австралия носит гордое название «штат вина». Большинство продающихся в мире австралийских вин родом именно с Южной Австралии. Вот так вот выглядит центр Аделаиды. А если мы сейчас посмотрим с вами на карту, то мы увидим довольно такую интересную планировку. Центральное ядро, параллельно перпендикулярные улицы. И это было заложено, вот этот вот план был заложен еще при строительстве. И что самое интересное, вот посмотрите, все это дело окружено парками, то есть таким кольцом парков. И планировка центральной части никак не изменилась за годы существования города. И в центре можно увидеть много таких вот колониальных зданий. Довольно мило, уютно. Мы сейчас с вами погуляем, посмотрим как устроен город. Повсюду массажи. Массажи и какие-то клубы. Массаж, массаж, массаж. Может это массажная улица? Смотри, прям везде массаж. Тайский массаж, китайский массаж. Неужели тут столько желающих на массаж ходить? Смотри, и бордели. Так, что нам здесь предлагают? Нет ID, нет входа. Смотри, там массаж. Массаж и кальяны? Смотри, повсюду. Шиша, то есть кальяны и массаж. Шиша опять, шиша-кебаб. Так, египетское кафе. Есть шиша? Есть шиша. Вот так. Что у нас дальше? Массажа давно не было. Так, а иногда попадают еще бледушники. Посетите сайт. Да, можно купить сразу диск DVD. Осталось еще купить DVD, куда DVD вставлять? И здесь вот есть университет и какое-то здание от университета. Его только открыли и спроектировано оно по проекту Снохеты. Это норвежцы, которые в Москве попытались сделать Лубянскую площадь, но им не дали нормально сделать. А еще в Осло есть оперный театр по их проекту. Ну, кстати, вот сразу по формам видно почти как опера. Здесь вот заросли травы. А, там бассейн. Под этой крышей, оказывается, бассейн. Вон оно как. А тут спортзал какой-то, смотри, потолочек какой-то модный. Да, университет Южной Австралии. Потому что вот это вот вход. Да, и здесь приехала китайская семья фотографировать свою дочку-выпускницу с дипломом. Вот здесь целый процесс. Папа с тремя штативами, с пятью телефонами. Как здесь могли этот забор поставить? Что случилось? Зачем он здесь? Мне кажется, он раньше был полностью и блокировал, чтобы туда никто не поднимался. Но зачем он сейчас, это необъяснимо. На углу поставили такую вот металлическую штуку? Если кто-то на велосипеде или с коляской, он сюда уже не заедет. А дальше всё вровень, без барьеров и заборов. Сразу велопарковочка, лавочка. Правильный пешеходный переход приподнятый. Какая вот красота. Типа отеля, а здесь стрит-арт. Так, мы подходим вон к местному госпиталю, там тоже у нас архитектура. Смотри. Ага. Да. На заборе канализационную трубу сделали. У них такие точки. Знаменитый Аделаевский трамвай, который используют как рекламные щиты. Вот это вот здание университета. Здесь такие столы. И всё это с видом на железную дорогу. Какая-то маленькая электричка всего из двух вагонов. Вообще очень круто. Видите, университет, все здания и каждая интересная архитектура. Здесь вот несколько кварталов застроено. И очень грамотно есть и благоустройство, и всё остальное продумано. Так вот расставлены велопарковочки. Много каких-то, видите, таких вот уютных зон. Здесь они сделали сетку, чтобы растения, которые они выставили, спьющиеся растения, они скоро должны всё это обвить. Уже университет заканчивается. Подходим к госпиталю здесь, к исследовательский центр. И тоже такая вот довольно интересная архитектура. Да, такой-то исследовательский институт при местном госпитале. И он был построен в 2014 году. И даже завоевал какие-то премии. Вудсбагат архитектор. Я такого не знаю. Судя по всему, Вудсбагат это какой-то местный архитектор. То есть, по заданию местного правительства, вот он спроектировал вот это здание исследовательского центра при местном госпитале. Вот так оно внутри выглядит. И вот так вот выглядит здание. Оно, конечно, эффектно смотрится вечером, когда там зажигаются окна. Я чуть попозже, надеюсь, сюда вернусь. И мы его снимем еще вечером. А если нет, возьмем картинки из интернета. Сейчас уже все отсняли. И хорошо, можно особо не удруждаться. И оставить дело своей фантазии. Нет, здание, кстати, очень крутое. Похоже на кого-то доброго, большого кита. С такой вот чешуей. Здесь вот стекло с металлом, интересно, сочетаются. Ну и действительно, такое вот классное знаковое здание. Архитекторы из австралийского бюро Вудсбагат позаимствовали идею у сосновой шишечки. Я вообще думал, что это кит, а оказалось, что это сосновая шишечка. Вот эти металлические кожухи над каждым окном реагируют на положение солнца, благодаря чему регулируется освещенность и температура в здании. Очень удобно для местной жары. Важный момент, вот зачем инвестировать в такую архитектуру? Зачем все это делать? Все потому, что в том числе и такая вот суперсовременная качественная архитектура, она помогает привлекать исследователей. Потому что идет конкуренция за мозги. И нельзя просто так уже зарплатой или еще чем-то заманить человека. В том числе люди смотрят, как выглядит офис, как будет выглядеть их рабочее место, как будет выглядеть город, где они живут. Поэтому местный госпиталь инвестирует и в архитектуру. Местное правительство инвестирует в архитектуру, чтобы можно было привлекать самых умных, самых талантливых сюда на работу. Территория госпиталя и территория вот этого исследовательского центра, она полностью открыта для людей. То есть все эти общественные пространства, они являются частью города. Они не находятся за забором, как это обычно в России бывает. То есть у нас любая больница, все обнесено забором. Попасть сюда постороннему человеку очень сложно. А здесь все открыто. И вот этим общественным пространством могут пользоваться простые люди. Можно прийти погулять. И вот такая вот открытость для города это хорошо. Потому что не появляется каких-то таких вот мертвых зон, которые нельзя пройти, обойти. И действительно можно прямо сквозь здания пройти. Это же не военная база, я понимаю, там какая-нибудь военная база закрыта за забором и все усиленно охраняется. Зачем, например, закрывать территорию больницы? У нас сейчас школы, детские сады, все максимально закрыто. Это не очень правильно. А вот так вот выглядит вход в больницу. На верхнем уровне подъезжает такси. Эти верхние уровни только для посадки и высадки. Нижний уровень, там есть подземная парковка. С подземной парковки можно подняться. Или вот есть лифт. И так вот выглядит холл. Здесь сразу стоят инвалидные коляски. Если вам нужно кого-то от машины на инвалидные коляски довести. И здесь такая вот приветственная зона. По телевизору просят не снимать и не фотографировать других пациентов и уважать их приватность. Да, больница очень стильная. И опять же везде свободный вход. И здесь на первом этаже в больнице вот такая вот кафешка. Пока ты лечишься можно спланировать маршрут. Допустим, мы здесь и нам нужно в наш отель. Значит, что нам предлагает эта машина? Она нам предлагает отправиться прямо сейчас и за 12 минут доехать на 147 автобусе. За 13 минут на 142 автобусе можно на трамвае доехать. Ну и у нас-то еще есть 4 минутки, можно потусить здесь в кафешке и доехать на трамвай за 12 минут. Замечательно. Хорошо, мне все это нравится. И... Так, так, тут должна быть какая-то возможность распечатать этот маршрут. Ну, допустим, мы выбираем трамвай. Все, вот мы выбрали трамвай. А, здесь есть печать. Смотри, супер. Такая вот распечатка, как добраться на трамвае. А это ресепшн, так вот выглядит. А это навес для тех, кто приезжает сюда на такси или на машине. Здесь такой парапет, который автоматически является лавочкой. И вот это вот специальные такие металлические штучки, чтобы не катались здесь на скейтах и роликах. Детская площадка! Ну, здесь такая терраса зеленая с лавочками. Да, здесь какие-то такие многоуровневые общественные пространства. Видите, видно сколько уровней и все крыши, они как-то максимально эксплуатируются. Здесь какие-то лавочки, такие зоны, куда можно выходить прямо вот из больничных коридоров. Здесь даже какая-то вот скульптура есть. Здесь сразу такое модное благоустройство. Можно посидеть в тенечке среди каких-то кустов и кактусов. Классно, вот им климат позволяет. И они делают такие перголы, какие-то навесы, которые, видите, сразу заплетают такие вот вьющиеся растения. И получается естественная тень. Очень круто смотрится. Ну и вообще разнообразие растений, посмотрите. Ну, здесь можно только позавидовать австралийцам, что у них климат тот. Кстати, здесь народ курит и все окурки кидает просто на землю. Здесь трамвайчик. Слушайте, красота, вообще вот очень круто. Кстати, Аделаида, она только на первый взгляд кажется деревней. На самом деле здесь живет миллион двести тысяч человек. То есть это город-миллионник, а по австралийским меркам пятый по величине город. Аделаида это город, который всегда считался с точки зрения транспорта самым комфортным в Австралии. Потому что изначально, еще в 19 веке, когда его планировали, делали очень широкие улицы. Нетипично широкие. И долгое время они позволяли здесь избегать каких-то пробок и транспортных заторов. Город был таким очень просторным, необычно просторным для австралийских городов. Его, кстати, даже в последнее время называли город 20 минут. 20 минут это то время, которое нужно, чтобы добраться от окраина до центра города. Но сейчас транспортная ситуация ухудшается, уже начали появляться пробочки. Поэтому сейчас они активно развивают общественный транспорт, в том числе и трамвай. Аделаида — пример города, совершившего типичную ошибку в своем развитии. Тут довольно рано появились трамваи, а затем и троллейбусы. Но в середине 20 века городские власти решили их выпилить ради автомобилей. Ну, примерно то, что происходит сейчас во многих российских городах. В итоге троллейбусы прекратили свое движение окончательно. От трамвая же осталась одна единственная линия, которая, впрочем, работает до сих пор. Еще в Аделаиде есть уникальный вид транспорта — Обан. Это трасса направляемых автобусов, причем самая длинная и быстрая в мире. Я бы даже сказал, что это такой метробус. Ездят по ней обычные автобусы дизельные, но их удерживают на рельсах дополнительные боковые колеса. Разгоняться они могут до 100 км в час. Все это пришлось изобретать в 1980-е, когда простой и понятный трамвай был уничтожен. Опять же нужно отметить, что города, которые в середине прошлого века трамваи уничтожили, в том числе Австралия, они сегодня эти трамваи восстанавливают. Они восстанавливают электротранспорт, потому что поняли, что это была ошибка. И на примере этих городов хорошо видно, как отстали наши города. Потому что у нас сегодня совершаются те ошибки, которые в Европе, в Америке или в Австралии совершались 50-60 лет назад. Вот это вот угол, где заканчивается центральное ядро Аделаиды, и здесь начинаются парки. То есть вот это вот кольцо парков, здесь больше ничего не происходит. Ну, парк такие они обычные. Парк и парк, деревья и травка, ничего какого-то выдающегося нету. Вот так вот выглядят туалеты в парках. И сейчас проверим, бесплатный ли он. Да, бесплатный и даже чистый. Я бы сказал благоухающий. Чем-то таким приятным там пахнет. Центр преимущественно такой малоэтажный, одна двухэтажная. Вот старое здание еще колониальное. Ну, уже растут такие вот высоточки у них. Это общежитие для студентов. Это местный автовокзал. Центральный автовокзал Аделаиды. Есть такой навесик, куда видимо прибывают автобусы. Внутри у нас опять стоит, так же как и в больнице, такая штука, где можно получить информацию по маршрутам. Здесь есть какая-то коллекция смешных знаков. Ячейки для хранения багажа. Кассы различных компаний. Питьевая водичка. И собственно место, куда прибывает автобус. А напротив вокзала есть зарядная станция для ТЭСов. Целые четыре заправки. И для обычных электромобилей. Несмотря на то, что Аделаида жуткая дыра, даже здесь делают новые районы. То есть кто-то сюда приезжает. Кто-то приезжает в эту дыру. Сознательно или нет. Может быть кого-то заставляют по работе. Может кого-то в наказание. Но тем не менее народ приезжает и им строят новые домики. Здесь вот целый район. В котором есть разные типы жилья. Есть четырехэтажные многоквартирные дома. Есть блокированные таунхаусы. Есть даже отдельные дома с участками. Сколько они ставят на рельефе. Вход получается на второй этаж. А внизу еще какое-то техническое помещение. Ну и здесь видно из чего этот дом сделан. Деревянный каркас. В принципе с их климатом строить можно особо не заморачиваться. У каждого из этих домиков с другой стороны есть задний двор. Поскольку они стоят на рельефе, есть задний двор. Это получается такой проезд с мусорками и гаражами. Как строят дом. Просто деревянный каркас. Залили фундамент. Здесь будет гараж. А этот дом почти готовый. Потом это все просто обшивается. Все очень просто. Местный климат он позволяет без утеплителей. Без особо каких-то заморочек. Это вам не в России строить. Тут можно все супер быстро сделать. Вот так вот они эти домики быстро собирают. Ну и вон в конце многоквартирный дом. Тоже все в одном стиле. Четырехэтажный. Стоит на самом вершине холма. Дальше начинаются холмы. Я приехал в райончик, который называется Порт Аделаида. Собственно это порт. Как можно догадаться. Но сейчас это такое туристическое место. где много ресторанчиков, баров. А также сохранилась какая-то историческая архитектура. Видите, здание суда старое. Все такое милое. В здании суда нет ни одного окна на главном фасаде. Вот еще какое-то здание. Что же это такое? Сейчас здесь арт-центр. А раньше было здание таможни. Таможня занимала это здание с 1861 по 1878 год. Кстати, классные таблички. Видите, такие вот маленькие, аккуратненькие металлические таблички. Висят на зданиях. И можно понять, что здесь было раньше. Вот на другой стороне тоже сохранилась такая старая застройка. Какой-то отель, кафе, ресторан. Я думаю, многие здания здесь до сих пор сохранили свою функцию. Не смотрите на мое помятое лицо. Оно у меня и в обычной жизни не самое свежее. А сейчас после двух ночных перелетов. Было два ночных перелета. Сначала из Дубая в Гонконг. Потом из Гонконга в Аделаиду. Две ночи я провел в самолете. Поэтому мне немножко грустно. Кстати, в Австралии вообще очень развит стрит-арт. И тут повсюду какие-то работы. Куда ни посмотри во всех подворотнях. Что-то сделано, нарисовано. Я не могу сказать, что это прям какой-то шедевр. Но интересно, прям такая живопись. Здесь вот видите, раскрашенный тротуар. Какие-то закуточки. В этом плане Австралия вообще очень модная. И здесь опять какой-то стрит-арт. Так вот раскрасили окошки. А это не раскрасили, это такие заглушки поставили. Знания сейчас не действуют. Вот здесь смотрите, буквально каждая стена расписана. Кстати, классно, когда тротуаром мастят кирпичом. У нас такое очень редко встретишь. Ну а где-нибудь в Голландии повсеместно. Какой-то столб старый. И написано, что налево. Поворачивайте налево. Здесь есть маяк. Старый маяк. Сейчас он, конечно, уже не действует. Но заканчивает улицу. Кстати, обратите внимание. Понятно, что очень давно здесь уже не ходят никакие вагончики. Но они оставили рельсы. В данном случае здесь вот одна рельса идет. Как такое вот напоминание о том, что здесь было раньше. И вообще очень много разных деталей, которые здесь использованы. Они все тематические. Вот здесь видно, что мы везде видим, что это бывший портовый район. Ну так здесь все простенько. Простенько и правильно. Видите, в парковочке все понятно. Если есть парковка, значит есть парковка. Значит выделены места. Везде вот какие-то кустики. Как-то отгорожено, отбито все это. Я хочу вам сказать, что в Австралии ужасно скучно. Здесь нет ничего. Здесь нет людей. Австралия похожа на такую Америку. Только в 10 раз меньше. Все меньше. Меньше города. Меньше людей. Меньше ресторанов. Меньше сервисов. Аэропорты меньше по размеру. Меньше количество рейсов. Меньше машин. Все меньше. Это такая игрушечная Америка. Вот сколько я в Австралию не езжу, у меня по ощущениям, что Австралия это игрушечная Америка. Вот такие вот тут домики. Смотрите, какая красота. Все такое маленькое. Странно, куда делись все люди? Может быть что-то случилось, а я не знаю. Я всегда завидовал людям, которые не выспавшиеся могут что-то говорить. Как у них вообще рождаются ворту слова, и они эти слова могут из себя извергать. Местные урны. Аделаитские урны. И чем они интересны? Что по сути это двойная урна. Внутри стоит обычный бак. То есть внутри стоит обычный пластиковый бак, в который все бросают мусор. А сверху для этого бака такой красивый чехол. То есть внешне это выглядит довольно симпатично. Подходит дворник, открывает замочек, потрошит этот бак и закрывает его обратно. А еще здесь просят чистить за своей собакой. Штраф, если вы не убрали за своей собакой, 125 австралийских долларов. Кстати, обратите внимание, здесь есть контейнеры с деревьями. Здорово. Сейчас будет хороший закат, я очень на это надеюсь. Вопрос в том, откуда этот закат смотреть. Закат в море, это не интересно, как мне кажется. А солнце здесь садится прямо в море, потому что море и море. А вот я хочу найти где-нибудь вот здесь, среди старых кораблей, среди порта и маяков. Найти какую-нибудь классную точку, откуда мы будем снимать закат. И здесь вот какая-то классная детская площадка. Сейчас ее посмотрим. Остатки промышленной архитектуры. Опять стрит-арт. И вот такая вот детская площадка. В детской площадке есть разные зоны. Это зона для игры с песком. Здесь какие-то желтые трубы. Тут огромная горка. Какие-то еще штуки. Да, какое-то кольцо. Это что такое? Это бегает, наверное. Я так... О, да, слушайте, смотрите. Блин. Слушай, это очень классная штука. Это такая штука, можно как почувствовать себя хомяком. Ну и здесь, конечно же, есть столы. И здесь есть, даже можно барбекю приготовить. Такие вот, как грили, чтобы пожарить мясо. Там защита от солнца. Здесь защита от солнца и дождя, если будет. Здесь у вас такая вот большая детская площадочка. Классный газончик. Все продумано. Вот австралийцы молодцы. И даже какая-то ржавая хрень. А, это библиотека. Да, и здесь можно даже обменяться книгами. Вот в Австралии это чувство, оно всегда. Когда ты идешь, по какому-нибудь думаешь, ну глухомань, деревня, ничего нет. И тут бац, какое-нибудь классное здание от известного архитектора. Вот как мы с вами ходили по центру Адалаиды. И я уже такой думаю, о, ну все. Унылийший город, который я обойду за пять минут. А тут госпиталь, университет, какие-то общественные пространства. Бух-бух-бух. Круто. Или вот набережная, да. Которую взяли и сделали классную детскую площадку. Мы сейчас находимся здесь. Вот так вот это все выглядело. Был порт Адалаиды. До заката 15 минут. И я думаю, они успели добраться до пляжа. Если быстро сейчас прыгнуть в машину и доехать до пляжа. И все-таки поснимать закат в море. Друзья, я успел буквально вот на последние лучи солнца. Я все-таки сделал правильный выбор. Я доехал до моря. И посмотрите, какой здесь фантастический закат. Да, а в Австралии не так уж и плохо. Смотрите, какое фантастическое небо. Просто вот такое живописное. Никакой обработки. Ой-ой-ой, какая красота. Ну что, друзья, в этом прекрасном месте заканчивается мой первый день в Австралии. Завтра будет очень интересно, потому что завтра я хочу поехать вокруг Адалаиды и посмотреть на природу. Говорят, насколько это фантастическое.